Поговорим об алкашах. Ну, это самая распространенная социальная группа людей, которая встречается нам в жизни. То есть я ищу наркоманов, к примеру, будучи человеком не пьющим. Что за идиоты? Я, конечно, плохо могу просечь всяких наркоманов, токсикоманов, игроманов и прочее. Особенно, когда человек далек от этой темы. Алкашей гораздо чаще и проще можно распознать, когда они алкаши, ну, по характерному запаху, по поведению, начиная, как говорится, от печали до радости. То есть слишком печальный алкаш, слишком активный алкаш, слишком агрессивный алкаш. То есть все равно это просматривается. Ну, так вот. Я расценила, опять же, переходя от темы хейтеров к алкашам, расценила одну очень большую социальную группу конкретных алкашей, которых можно определить по одному такому характерному виду общения. Человек не бухает неделю. У него все... Да этот алкаш! Да я его вчера пьяным видел. То есть вот сразу можно узнать, что человек сам, у него больная тема. То есть чаще всего, опять же, переходя к теме хейтеров, то есть продолжая от этой темы, сегодня, опять же, получила от этого своего любимого хейтера опять заявление о том, что это алкашка, алкоголичка, да ты бухаешь, да ты такая. И чуть ли не через одно сообщение, которое я ему... Ну, то есть я ему даю пищу для диалога, хотя диалог абсолютно неинтересный, он абсолютно плоский. То есть я слышу все одно и то же, не читаю все одно и то же. Да ты алкашка, пиши адрес, мы при этом зверушек заберем, да ты их замучил, да ты алкашка, ты алкоголичка, ты бы спалилась алкоголичка. Вот я сразу могу сказать, что этот человек вот неделю не бухает, три дня трезвый, и он будет везде всех называть алкоголиками. Ну, то есть что-то на его фоне, я же трезвый, а значит, те, кто не трезвые, те алкоголики, а вот я нет. Поэтому это часто встречающаяся социальная группа. Если вы хотите, девушки, девушки, я в первую очередь для вас говорю это, если вы хотите встречаться с молодым человеком, самый простой народный способ, как определить алкаша. Напоите его до усрачки день, два, три. Во-первых, вылезет вся личина. Абьюзер он не абьюзер, агрессивный не агрессивный, веселый он попьянен или невеселый, что из него льется. И максимально провоцируйте его на какие-то непротиворечивые действия, на ревность, на агрессию. Попытайтесь его как-то пришлепнуть, ударить, оттолкнуть от себя, поиграть с его чувствами. То есть иди сюда, любимый, ты что, я не это имела в виду. То есть посмотрите на его реакцию по пьяни. И вот какую реакцию он выдаст по пьяни, вот такой вот он на самом деле и есть. Просто однажды в быту, когда вы уже расслабите очко, выйдете замуж и будете себе считать, что пора жить долго и счастливо, тут-то вот как раз вам прилетит неожиданный такой сюрприз, когда человек может неадекватно среагировать по трезвости. Это самый простой народный способ, сто процентов эффективный. Никогда не стремитесь замуж бегом, не надейтесь на то, что вот он сейчас такой, а вот я за него замуж выйду, он другой будет. Ни хрена, это не работает. Это минное поле, непочатый край. Это сколько разорванных судьб женских на этом минном пьяном поле. То есть, нет, нет, нет. Оно не помогает. Ни с какой бабой это не исправится. Это надо было воспитывать в детстве. Если человеку за 20 и более, то это практически нереально. Это единица. Ну вот выходить замуж для того, чтобы узнать, входит он в эту единицу, которая исправится или нет. Нет, не стоит, не надо. Не надейтесь на то, что если вы будете с ним вместе бухать, то ему меньше достанется. Вы сопьетесь. Возможно, он не сопьется. Возможно, вы его в этом вытащите. Вы сопьетесь. А женский алкоголизм не лечится. И вот по этим фразам можете. Я терпеть не могу алкашей. Да фу, все алкаши, они не умеют культурно пить. Они все, если все идет вокруг пьянки, алкашки, также вокруг игр, ставок и прочего, вокруг там наркомании. Один раз он не употребил, все, что-то он привилегированный, все наркоманы, а я не... Они все такие, они все такие, а я не такой, а я не такой. Так что все это в раке, что-то радиотраки. Из этого порочного круга потом вырываться очень долго. Лучше в него просто не попадать. Я попала в этот порочный круг, я не послушала своего отца. Вот заметьте, в 97% случаев родители вам желают добра, потому что они это минное поле уже прошли, они уже накололись не раз, и они точно знают, о чем говорят. Естественно, мы все хотим собственным опытом, собственным путем пройти, свое поле грабель пройти, которое нам полбу настучит и сделать какие-то выводы. Но, к сожалению, есть люди, которые выводы не умеют делать и мучают заодно своих родителей, родственников, своим нелегким выбором. То есть, ладно бы она сама себе этот хомут на шее повесила, все, так она туда привлекает детей, естественно, дети становятся заложниками ситуации, родственников, сестер, братьев, отца, мужа. Очень много криминальных событий, когда баба вышла замуж, когда все говорили, нет, ни за что, видите, никогда, ни за что в жизни. Она вышла замуж за какого-нибудь там долбоящера, который потом в итоге тещу зарубил, детей зарубил, там еще что-то, что касается и пьяных. В общем, всех асоциальных алиментов в первую очередь пьянка. Просто пьяных, пьющих, можно проще всего вычислить, а их самый большой процент вот среди асоциальных людей. Так что, девочки, крепче держимся, булки туже стягиваем и терпим до ближайшего принца. Ну или хотя бы коня от принца. Все лучше, чем алкаш.